всем привет дорогие друзья с вами тугарыч я всех приветствую на нашем канале и собственно собственно говоря хотел бы записать видео и высказать свое мнение и прочую информацию по поводу охлаждения процессора что лучше выбрать и чисто рассматривать это видео ребят больше наверное именно как совет какой-то а не как какие-то понты и вот поехали ребят то есть я приобрел а седьмой естественно охлаждение у меня было первоначально на него простое то есть я снял это охлаждение с ай 5 и там у меня стояла кулер мастер кулер харь хайпер tx3 вот выговорил это название охлаждал он очень достаточно плохо процессора при рендеринге видео процек а и седьмой 2 700 к это старый бушный процессор ребята вот он прогревался до 90 градусов 90 градусов и естественно там врубался скорее всего тротлинг или что-то чтобы элементарно процессор не не вышел из строя вот и поэтому я вообще не мог рендерить видео какое-то время и наверное ждал заказал все эти линки охлаждение и ждал пока она приедет вот пытался искать найти что-то пытался найти что-то подешевле ребят на вот но стоило все конских цена а вот но достаточно хорошее охлаждение она стоит и как бы дорого вот пришлось мне с этим столкнуться смотрел разные обзоры и прочую информацию но тем не менее вот увидели вы видите на экране мне удалось найти более-менее охладитель скажем радиатор это дыбку redhat а ни в коем случае ребята это не реклама поскольку видео посмотрят там но 200 300 максимум 500 человек не более того мой выбор упал именно на это охлаждение процессора стоит она очень дорого я бы сказал это 2600 рублей это очень немаленькая цена такая но я думаю ладно думаю все равно как бы возьму один раз и она у меня будет стоять очень очень долго а вот без каких-либо проблем ну и собственно говоря приобрел его очень долго ждал 2600 рублей винту вертушка там стоит 140 миллиметров но и по температурным режимом что хочется сказать в рендеринге прежде всего в рендеринге видео sony vegas в обработке видео температуры упали 90 градусов цельсия до 64 то есть ну 65 где-то около того средний 65 это точнее максимальная бы сказал может где-то до 67 градусов цельсия температуру подпрыгивает но тем не менее это практически 25 градусов сброса в рендеринге видео от ну возможно скажем такие как максималках или троплинга на 90 градусов вот чему собственно я грубо говоря рад и вот сейчас ради вас конечно же ну и тестом на разогнал процессор до 4 и 7 гигагерц надо бы посмотреть какие температуры будут варфейсе естественно ребят она понятно что варфейс сильно не нагружает процессор то есть все потоки понятно да то есть варфейс он лично мое мнение вообще первоначально отопотноченный кто-то говорит что на два потока он там что-то разруливает но это такое это игра 2009 года движок соответственно один или два потока но все равно это как бы довольно таки мало скажем и поэтому процессор не нагружен полностью мы видим что некоторые потоки вообще у нас полностью простаивают и температуру процессор у нас где-то прыгает при 4 и 7 гигагерцах от 50 55 до 60 градусов по цельсию хочется также отметить что в видеозаписи вы видите как на фпс мониторинге у нас частота не постоянно это скорее всего связано с тем что сам скажем сама игра наверное все таки юзает не все как бы потоки и прочее процессор материнская плата точнее сама сбрасывает частоту на процессор это связано не с перегревом не с нехваткой питания или возможностями процесс скорее всего именно с тем как игра работает на данном процессе на данном камне поэтому частота у нас здесь не стабильная я не думаю что это связано с проблемой системе скорее всего сама игра больше как бы не может выжимать и соответственно бруцок у нас немножечко все это дело как говорится при опускает по частотам вот что наверное хотелось сказать отметить охлаждением я доволен в каком-то плане ну естественно покупать водянку это такое на скринах также вы можете увидеть какая-то я бы сказал дура реально башня здорово очень вот очень очень большая она ну и плюс это не какой-то там водяной системе водяная система охлаждения если честно вот я ни в коем случае не стал бы тратиться во первых это и дорого покупать водяную систему охлаждения во вторых это но бессмысленно поскольку но рисковав в том плане наверное рисково правильное слово поскольку если что-то не так то у нас водянка может и протечь она и не долговечная но не то что она как бы такая не бессмертная скажем в отличие от такого радиатора которому в принципе все пофигу даже если что-то здесь сломается то это ну грубо говоря вентилятор выйдет из строя то начнет тупить или что-то то его в принципе можно заменить а вот с водянкой там все делает обстоит гораздо хуже ну и самые такие дешевые водянки они как бы хуже чем вот эти вот башенные здоровые кулера это тоже вот лично мое мнение вот такой вот также ребят извиняюсь за хрипоту в голосе вот так же наверное хотел мельком отметить дабы быть хоть как-то полезным то что я тупил но у меня старый корпус стоит и которому наверно сколько 13 лет наверное которым но почти 13 лет это 2005 год вот я его приобретал он китайские древние мяты весь вот но пояснить что там я материнку не прикручивал не на все болтики вот эти винтики и у меня были проблемы на материнских платах со звуком это проблема были и на гигабайтов sky матери там постоянно отваливался звуковой драйвер и на вот этой материнке тоже были проблемы со звуковой то есть звук обыту пропадал то зависал то еще что то происходило и я такой думал да думаю здесь материнка виновата типа она бушная там первоначально но потом когда я менял охлаждение закрутил всю материнскую плату на все болтики и вуаля со звуком все стало прекрасно и замечательно поскольку вот эти винтички они как бы идут на массу и соответственно звук у меня больше не багается не висит и тормозит вот что наверно хотел сказать быстро по варфейсу это все-таки мне не очень нравится эта игра но не хочу в нее играть особо по геймплею она дурацкая как бы здесь и донат и прочее такое поэтому лучше даже в батлу 4 пойти поиграть там все-таки и равноценный геймплей а не как в варфейсе какой-то бред и каламбур и за балансом оружия полный ужас ну и материнка опять повторюсь меня бушный там не все работает это из минусов бушного железа ребят так что делайте вывода как говорится в дальнейшем если что-то будете менять из его железа но я постарался поделиться общей как бы информацией на частоте на высоких частотах процесса работает в принципе неплохо в игре мне понравилось всем удачи всем пока